Добрый день! Рада вас приветствовать! Я представлюсь, меня зовут Галина, я руководитель оптового отдела компании ТАИР. Это Наталья. Очень привет! Наш художник. В преддверии новогодних праздников хотим показать в этом видео, как создать новогоднее настроение, как украсить с помощью наших материалов дом и создать уникальный подарок блистерям. Немного о нас. У нас собственное производство, расположенное в Ленинградской области. Уже более 27 лет мы производим художественные товары и товары для творчества. Работаем по всей территории России и со странами СНГ. Мы активно ведем социальные сети. У нас два ютуб-канала, посвященные мастер-классам. Это творческая студия ТАИР и ТАИР материалы для живописи и творчества. В первую очередь хочется вам рассказать о наших контурах с блестками. Ранее они назывались клиторами, сейчас они у нас представлены в двух вариантах. Это контуры с блестками по ткани и контуры с блестками по твердым поверхностям. Наташа поможет мне и продемонстрирует, как это выглядит на живых образцах и в работе. Большинство оттенков имеет цветную основу. И золотистые, и серебристые блестки. Но есть также три контура на прозрачной основе. Это золотистый, серебристый и радужный. При нанесении контуры с блестками выглядят белесыми, но после высыхания приобретают яркий насыщенный блеск. Наши глиттеры отличаются высокой концентрацией блесток и активно используются в декоре для создания контурных или точечных узоров. Кроме того, можно выдавливать контуры с блестками на палитру и затем наносить кистью или добавлять различные акриловые медиумы. Узоры, нанесенные контурами с блестками на ткани, отлично выдерживают стирку и носку. Мы рекомендуем стирать вручную, либо использовать деликатные машинные режимы с температурой 30 градусов. А само изделие советуем выворачивать на изнамку. Преимущество наших контур с блестками по коже ткани является то, что их можно наносить на поверхность, подверженную растяжению. Их широко используют сейчас для украшения новогодних костюмов. В том числе мы сотрудничаем по этой линейке с компанией, которая занимается профессиональным пошивом купальников для спортивной гимнастики и фигурного катания. Также линейка контур представлена классическими оттенками, перламутровыми цветами и металликами, которые тоже можно использовать в новогоднем декоре. Всего в палитре около 50 разных оттенков. Кроме привычной и любимой многими точечной росписи, контуры используются для имитации различных видов вышивок. С их помощью можно писать на изделие слова поздравления. Также незаменимым продуктом в новогоднем декоре является прозрачный контур по стеклу и твердым поверхностям. Хочу обратить внимание, что в старом дизайне этот продукт назывался контурный гель, и многие покупатели все еще могут искать его под этим названием. При нанесении контур молочно-белого оттенка, но после высыхания становится полностью прозрачным. Он очень активно используется для создания узоров на различных стеклянных изделиях. Благодаря преломлению света это смотрится всегда очень эффектно. Кстати, прозрачный контур обладает высокой клеящей способностью. Например, я очень люблю приклеивать на него разные стразы. Также можно добиваться интересных эффектов, сочетая прозрачный контур с другими материалами. Например, в этом случае с пастой для монтирования стекла. Но они немного позже. Следующий продукт – это контур для создания жемчужин Perl Art. До этого мы говорили, что контуры у нас разделяются на контуры по кожей ткани и контуры по твердым поверхностям. Жемчуг является универсальным продуктом. Консистенция жемчуга разработана таким образом, чтобы при высыхании оставалось острых пиков. В течение минуты после нанесения жемчужная точка приобретает идеальную форму полубусина. Если попробовать поставить такую большую точку контуром, то она обязательно провалится посередине. Поэтому жемчуг просто не заменим. В палитре есть несколько перламутровых оттенков и несколько металлических. Жемчужный контур обладает хорошей сцепляемостью как с твердыми поверхностями, так и с тканями. Жемчуг довольно гибкий после высыхания. Его легко можно промять, но через некоторое время он полностью восстанавливает свою форму. В стирке сохраняются те же рекомендации, что и с другими контурами по тканям. Следующий блок, о котором мы хотели вам рассказать, это блок объемного материала. В первую очередь это прозрачно моделирующий гель. Он активно используется в новогоднем декоре для создания эффекта наледи, а также для создания объемных элементов в живописи и декоре. У нас часто его покупают компании, которые занимаются печатью на холсте для имитации живописных мазков поверх изображения. Как и прозрачный контур, гель при нанесении молочного цвета, но после высыхания становится прозрачным. Мы не рекомендуем наносить его очень толстым слоем, иначе он не сможет просохнуть внутри без доступа воздуха и останется мутноватым. Гель можно наносить как хаотичными мазками с помощью кисти мастихина, так и губкой и через трафарет. Он отлично сохраняет высоту и форму рельефа. При желании гель можно колеровать и также получать интересный результат. Следующий продукт, о котором хотелось вам рассказать, это акриловые рельефные пасты. У нас их целых три. Грубая, тонкая и гибкая. Хотим обратить внимание, что из этих трех паст только гибкая паста подходит для работы на холсте и других гибких подложках. Гибкая паста создает поверхность, чем-то напоминающую пластик, и она не шкурится. Грубая и тонкая паста содержит в своем составе мраморную крошку разного помола. Грубые частицы крупнодисперсные, поэтому на ощупь грубая паста шершавая, а в тонкой помол мельче, поэтому она более гладкая и бархатистая. Все пасты хорошо создают и держат рельеф после высыхания, давая минимальную усадку. Каждую из них можно колеровать. Все они отлично принимают в себя разные декоративные элементы. В пасты иногда вклеивают природные материалы, бусинки, монетки и другое. Все пасты используются для имитации сугробов снега. И последний продукт из объемных материалов – это кристальная паста. Она также незаменима в новогоднем декоре для создания ледяных эффектов. Это прозрачный моделирующий гель с маленькими стеклянными шариками. Молочное при нанесении после высыхания паста дает искрящуюся прозрачную поверхность. Ее можно наносить для создания фактуры, затем окрашивать. Можно выкладывать узоры через трафарет. Можно наносить ровным слоем поверх рисунков или декупажных изображений. В таком случае результат будет чем-то напоминать алмазную мозаику. Следующий наш блок – это материалы для золочений, потому что блеска никогда не бывает много в декоре праздничных украшений. Хотим вам предложить универсальный клей для потали и трансферную поталь Джеронима. Клей для потали Таир выпускается в двух объемах – в банке 100 мл и тубе с острым носиком. Подходит для приклеения всех видов потали. При высыхании становится полностью прозрачным. Трансферная поталь Джеронима не кисляется, как классическая поталь. Она очень легка в применении и ее часто используют в детских мастер-классах. Также мы производим воски для золочения на водной основе. Они очень приятны в нанесении и экономичны в расходе. Небольшого количества хватает, чтобы разнести на довольно большую плоскость. Из-за своей водной основы воски желательно закреплять спиртовыми лаками. Я иногда закрепляю акриловыми, но надо делать это быстро и аккуратно, не размазывая долго по одному месту. Год назад мы выпустили пасту для травления стекла и зеркал, и она также широко используется в декоре новогодних украшений. Паста наносится на стекло или зеркало плотным слоем, около 3 мм. Выдерживается 15-20 минут, затем смывается под водой. В процессе вытравливается верхний слой стекла, так что этот декор уже ничем нельзя будет удалить. Важно обращать внимание, что эффекта не будет на термостойком стекле, на чайниках и химической посуде. Кстати, паста довольно экономична. Перед смыванием можно собрать ее излишки в баночку и использовать еще раз. И, конечно же, в любом новогоднем декоре не обойтись без наших замечательных красок. Для разного рода окрашивания и живописи, конечно, используют разные линейки, но мы подробнее расскажем об их различиях и преимуществах в другом видео. А в свете именно праздничного декора хотелось бы сделать акцент на краске Декалор. Это краски-металлики, обладающие ярким благородным блеском и высокой стойкостью. Мы уверены, что, используя широкий ассортимент продукции Таир, вы создадите эксклюзивные авторские подарки и порадуете не только себя, но и ваших близких. Поздравляем вас с наступающим Новым Годом! Творите с удовольствием и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!